600 комплектов термобелья, 400 балаклав и 100 пар носков на минувшей неделе отправили студенты Северокавказской государственной академии совместно с региональным отделением партии «Единая Россия». Теплые вещи предназначены военнослужащим из нашей республики. Часть теплого и ценного груза адресована военным 34-й мотострелковой бригады. Остальное уже в ближайшее время получат мобилизованные из Карачава-Черкесии, которые проходят службу в составе 100-й отдельной разведывательной бригады. К каждому комплекту учащиеся академии приложили письма со словами поддержки. В рамках совместной работы с Северокавказской государственной академией отправляется груз нашим ребятам в 34-ю бригаду и в 100-ю бригаду, где находятся наши мобилизованные ребята. Отправляются комплекты мотильного белья, которые изготовили сами студенты данной академии. Мы вместе с нашими коллегами, друзьями проводим достаточно много мероприятий и акций, и проекты у нас совместные есть. Мы отправляем 450 комплектов, уйдут в 34-ю бригаду, и 150 комплектов уйдут в 100-ю бригаду, где также проходят службу наши мобилизованные ребята. Также там будут теплые носки. Это в рамках проекта «Старшее поколение». В принципе, мы все прекрасно понимаем ту ответственность, которую мы несем перед нашими военнослужащими, которые призваны из нашей республики. Поэтому я уверен, что эта помощь, она своевременная и очень необходимая, тем более учитывая те погодные условия, в которых они сегодня проходят службу. Поэтому я уверен, что и в дальнейшем тот процесс, который был организован на базе академии, это производство вот этого нательного белья, оно будет востребовано, я думаю, в любое время. Теплое белье для ребят из республики сшили студенты и преподаватели факультета дизайна и лингвистики Северо-Кавказской государственной академии. Специально для этих целей здесь, на базе швейной лаборатории, установили необходимое оборудование, разработали модели разных размеров и наладили работу по их пошиву. Мы все причастны к тому, что происходит. Я обычно привожу этот пример. Если в организме хоть один пальчик заболевает, плохо всему организму. То же самое происходит и сегодня в нашем обществе, в нашем российском обществе. Сегодня те события, которые происходят на западе нашей страны, они неотъемлемы от того, что мы воспринимаем каждый день как собственную боль. И я хотел бы сегодня, во-первых, пожелать в первую очередь здоровья и сохранить свои жизни нашим ребятам, всем, которые там находятся, и вернуться домой, домой с честью, с победой. Это не первая акция «Единая Россия», в которой принимает участие коллектив и учащиеся академии. Так, при содействии регионального отделения партии, ВУЗ уже направил более 15 тонн гуманитарного груза жителям Донбасса. Я очень благодарен ректору Академии Руслану Махарычу Качкарову, который сам проявляет инициативу совместно и со студентами, и участвует также в работе медицинских центров, госпиталей, куда отправляются волонтеры-медики с данного учреждения. Поэтому я уверен, что эта работа будет продолжаться. Присоединиться ко всероссийской акции «Тепло для героев» может каждый житель республики. Все, кто желает оказать посильную помощь нашим ребятам, которые защищают и отстаивают интересы нашей Родины. Ведь для них, как никогда, очень важны поддержка и внимание со стороны соотечественников. Мадина Абратова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Продолжение следует...